силу свои лайки просьба как обычно как и всегда тут начался очередная так сказать компания техническая по нашему демпингу канала есть способы как это делать поэтому от вас собственно зрителей зависит насколько широко будет охвачены зрители нашими эфирами и это делается очень просто ставится лайки это ссылки на этот эфир размещает своих аккаунтов социальных сетях группах и те кто подписывается на конфиген лайф ставят тоже колокольчик и таким образом дают нам возможность прорваться к зрителю на самом деле на канал алексея арестовича вы тоже можете подписаться пройдя по его имени алексей арестович в описании к этому видео и смотреть видео стрим там ну что же тогда начнем сейчас главной темой видимо надо считать то что происходит в нигере в связи открывшимся саммитом россия африка в санкт-петербурге где присутствует 17 из 55 африканских и вот так совпало что президенты нигера сегодня его личная гвардия пытается то ли сместить то ли закрыть но в общем как обычно чем-то напоминает между прочим 24 июня с рейдом только незакончившимся пригожные чувака вагдара на москву но тут просто и другие поэтому вот он то точно не попал президент нигера не попал на саммит который проводит москва вот смотри какая ситуация ситуация не стратегию прочерчивать что мы как бы в общем собираемся идти в африку и надо прямо сказать что россия выбрала африку вот не латинскую америка соцс выбрал латинскую америка вот африка как-то в общем где-то с ней все время был не слава богу а вот с латинской америки все было хорошо там было идти никарагуа была куба были таскать партизаны вплоть до фарк а сейчас как-то вот почему-то они решили что африкой милее вот и проявлением чего было и присутствие там созданного чувака вагнер и активность спецслужб и вот это вот вплоть до подписания там зимбабве с мозамбиком зимбабве точно знаю соглашение о освоении космоса это же тоже ну понимаешь вот человек который подписывает я вот учился время гипп академии до в конце 90-х но вот нормально чек сказал слушайте давайте не будем зимбабве подписывать соглашение об освоении космос надо не будут смеяться а сейчас такого нет прежде нет этой рефлексии вот в оценке этого саммита который понятно проводится в пику тому что не будет принимать участие в саммите брикс юар путин насколько это все характеризует то что москва поворачивается к африканскому континенту а значит цивилизации они не поворачиваются потому что они особо не отворачивались вернулись туда в начале нулевых вернулись достаточно основательно вернулись в те страны которых они уже при советском союзе играли роль где за особое количество где большое количество людей во власти либо в элитах инженерных педагогических каких угодно заканчивая училась с консультизе знает русский язык и тогда ангола мазамбик там но много разных всяких и предложили некоторые услуги за которые не хотят браться напрямую такие страны как китай турция британия которые франция которые очень активно представлены в африке куда активнее чем россия особенно китайцы особенно турки поэтому это обычно помощь диктатором африканским в решении деликатных для них вопросов по широкому спектру человека вагнер возникла именно как такой инструмент крепко крепко себя чувствует в судане центральной африканской республики и мали откуда вытесли французов и международный контингент это раз во вторых заигрывание с африканскими странами не такая дипломатическая не такая глупая вещь как кажется на первый взгляд потому и даже подписание договора про этот самый про космос потому что таким образом российский мид усиливает присутствие просто за счет числа людей в разных стран государствах голосов в разных международных организациях например при голосовании хо это была история точно цифр не помню на начало кампании 28 африканских государств осудила россию по моему в марте голосование было сразу даже в конце февраля а уже к лету после проведения соответствующего саммита в том же санкт-петербурге 18 воздержались там 10 только осудила и так далее они явный прямой выигрыш сделали поэтому они борются за каждые голоса потому что он и очень мной и остальные международные организации устроены по принципу один одна страна один голос и неважно соединенные штаты это или органда важно что такой же голос они выборовывают эти голоса это прямая задача российской дипломатии именно поэтому они посещали даже вот эти сложным статусе государства которые находятся на территории юар но при этом лавров посещал но при этом там окружены со всех сторон с анклавы и так далее что же голоса поэтому они достаточно разумно действует другое дело что для страшной великой державы которая там нас следовал аж советский союз который с ядерным оружием который претендует на то чтобы управлять миром и пугать всех это конечно уровень ну печально но уж какой есть наш борец выбора ну смотри москва заявила о том что на саммите две трети лидеров государства речи африки 55 государства 17 присутствует ну арифметика хорошо да говорят о том что значит американцы повлияли на то чтобы не ехали лидеры этих стран в санкт-петербург но ты полагаешь действительно это решающим образом сказалось то что ну запад сказал ну не надо туда ехать африканцы зависит от запада гораздо больше чем от россии они россия может дать им что простить долги раз халява кинуть какая-то там как какую-то денежку или как какие-то ресурсы из тех что есть и в основном конечно прощение долгов интересует и где-то поддержать там вооруженные силы типа человека туда-сюда оружием хотя это интересует далеко не все страны понятное дело что среди них есть весьма цивилизован и я бы чувствовал по цивилизовании самой россии да и украины если так уж быть до конца честными потому что если мы возьмем такую страну стану как нигерия и посмотрим количество нобелевских лауреатов и на и нам россии станет грустно причем как как бы не вместе взятыми ну я конечно немножко преувеличиваю потому что на советский союз приходится очень много нобелевских лауреатов побольше но там они вполне могут соревноваться количество выпущенных фильмов там много-много чего или камерон например в котором темпы экономического роста строительства современных там всяких разных промышленностей и прочее прочее и многие многие другие страны они точно не нуждаются в россии они не нуждаются даже быть запятнанными с россией с кремлевским режимом дынешним поэтому министром страны дела не прислали хорошо с тобой сам не случился а лидеры держав не поехали своим присутствием освещать происходящее ну и то что российская дипломатия сегодня рвет это вот именно то есть если такое что средство выбрали кончиков и возьмите во втором ряду ну еще один и один игрок по по дороге ютубе и а в этом первом ряду он легендов сabbиловой ряду вот эта была сложна она у нас куда-то у нас на голове и по petites что насколько меня к изучению карты но вот американская администрация там сегодня брифинг которым джон кирби координатор по стратегическому коммуникации в совете национальной безопасности снб белого дома на вопрос просьбу уточнить журналиста о том как они оценивают славу владимира зеленского о том что контрнаступление идет не так быстро как хотелось бы кирби ответил что они будут занимать какую-то позицию по этому вопросу мы не будем направлять эту украинскую военную операцию генерал из диванов они то есть власти в киеве должны быть теми кто измеряет прогресс этого контрнаступаем по сравнению с планом и тем не менее но опять таки они признают что она движется не так быстро как им бы хотелось вот как и остановиться к этому вопросу очень простая новая ситуация то есть время этого типа первые то есть все мокреты перестать каждую для нас это очень просто не пустая, но и белая их и в общем не возможно это украинское время было публикации ну много те кто измеряет говорит что вот так это не верно я одни разговариваю и на него океантов окружалась в компании группы а это не надо делать ну и так далее то есть критикуется тактика операции контрнаступательных руководства засу причем это все ну как бы контекстуально выдержано так что общий гул стоит западной прессы это мы с тобой уже обсуждали но тем не менее о том что но вот движется все медленно нет тех результатов на которые рассчитывать но вот в контексте происходящего что ты думаешь насколько это похоже на подготовку такую озвучку к тому чтобы подвинуть киев к переговорам с москвой не до таская попытка объяснить фрустрацию которая существует в информационном пространстве и у нас и у них в отношении там медленных темпов тогда это не похоже на подготовку переговоров пока пока во всяком случае не похоже потому что ну немножко другие акценты ставится в таком случае что касается немецких генералов и специалистов я с удовольствием посмотрел как они бы организовывали это наступление что-то мне кажется что результаты результаты были бы еще еще более печальными при нынешнем состоянии бандесфера честно говоря подозреваю военные мысли бандесфера при всем уважении к нашим партнерам которые вторые по объему поставок после соединенных штатов уверенно держится вот то что у засу есть недостатки простите вы можете показать мне людей или структуру которых нет недостатка то что они являются критическими с точки зрения кого тех кто забыл когда последний раз воевал тем более прорывал подготовленную оборону противника последний раз немецкая армия прорывала подготовленную оборону противника в сорок этим году на курской дуге с тех пор с тех пор она не замечена была в таких подвигах поэтому я могу например часами разговаривать про недостатки которые у нас есть а надо данном этапе мы это анализируем для того чтобы понять ход событий дальнейшей потому что вот тем не менее видимо и так далее к нам учитывать но так и как он понимает и так так и как и так все причины как полночные комиссии и финансовая и хотя ведь это не так вот как-то получает полночные борьбы с полный предстоящие но они не видят по моему повышенной с состоянию обороны с мощными укреплениями на местности сделанными за полгода минными заграждений таковая реальность сказал военачальник агентства дп по словам бсу сейчас тяжелейшие бои по всей линии фронта до успешного прорыва нужно создать серьезный перевес в силах в одной конкретной точке в конкретное время этим же объясняется почему украинцы очень осмотрите на ощупь если говорить не по-военному подходит поиску этих . достаточно сложного добавил но ты действительно считаешь что это совпадает оценка что на ощупь ну как нам давай давайте я раз уже был бы был закидон такой со стороны неизвестных не экспертов можно будет так и не думаю это просто какие-то люди которые когда-то были в бундесфере так думаю по поводу того что мы дробим подготовленными батальоны используем матери да ну вот возникает завтра посмотрю кто там кто-то кто-то кто автор синтенс ну хорошо давайте посмотрим на чем определяется количество максимальное количество подразделения которым пытаются действовать старший командир такой вопрос риторический воздух потому что для этого надо быть военным чтобы ответить за не каждый военный ответ я скажу средствами управления системы управления всегда действуют теми подразделениями которые могут управляться раз второе которое что относительно местности характер действий против немцев не приходит в голову что любой батальон построены в боевые порядки для радостного наступления при таком количестве дронов немедленно будет открыт артиллерий и надо дробить на малой группы которые хоть как-то могут укрыться на местности в посадках там и так далее на населенных пунктов в складках и прочее прочее а если сильно большими группами наступать то будет как российскими войсками под киев начале вами можно задать еще один вопрос на торцем а где система управления тактического уровня которые позволили бы большие молодцы мы приглашаем показать нам как нас риторический вопрос ладно посмотрим на карту все внимание на экран вот сейчас карта появится ну давай начнем все-таки криминаль сватого я думаю то на президент давайте начнем с того что президент только что завела хороших результатов на фронте у нас как всегда перед началом передачи за десять минут приходят какие-то там уже но нет и говорит же какие знаете детали со временем ну мы можем так сказать опираясь на на свои силы полученные из открытых источников значит была короткая информационная баталия между дип-стейтом и министерством обороны по поводу трех сел которые там якобы взяли на уровне и не взяли условно говоря на направлении сватого 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 боровая вот так вот чуть-чуть чуть-чуть севернее там якобы дип-стейт написал что он взяли три села потом российские войска да потом значит северная зона но свою суть неважно суть в том что там идут бои бои тяжелые на набор на основном направлении куда они бежали это где выступили тело туда накопаны накопанки на пашет ровно у нас трое городка южнее там удалось стабилизировать ситуацию говорят наш наши наши и их наши добрые языки и злые неофициальные конечно как бы официальные схудно говорят поэтому для того чтобы что-то обсуждать надо брать неофициальные сведения и даже сходить в контратаки кое-какие которые где-то там их тормознули но бои тяжелые бои идут в общем в общем говорят о том что в эти сутки удалось притормозить противника даже там где он бежал основные тяжесть произошедшего как бы боев как были на направлении серебрянского лесничества вот здесь вот которая южнее который традиционно является местным тяжелого тяжелых боев торска и и южнее деброва и так далее то есть ничего удивительного там нет видим что названа белого в куда если прибежим перескочить южнее северского донца на белогоровку берут бегут противник от золотой рывки пытаются наступать не очень получается докладывают что вроде в районе верховки там есть небольшое продвижение наш ну и наиболее оптимистично для нас и наиболее пессимистично до противника звучат сообщения вот из района клещевка андреевка курдюм там говорю говорится что наши войска уже на окраинах андреевки напоминаю же там был мощный мощный как говорили российские злые языки оборонный пункт за которые там боролись вводили зерва и так далее клещевка и курдюмовка бои говорят злые языки либо в населенных пунктах уже идутся либо на их окраинах в общем там есть продвижение за эти два суток и противник в этой связи достаточно сильно нервничать потому что меры которые он принял до сих пор том числе сведением достаточно серьезных резервов тактически не подействие вот а это продвижение грозит им утерей связи бахмут горловка снабжением в общем да и и и попаданием бахмута в такое надежное уже полуокружение силы что крайне неприятно для них авдеевка северные и южные бои они пытаются продвигаться без особого продвижения маленько без особого продвижения вот запорожский фронт заявляют что наши в районе старомайорского неплохо двинулись еще чуть-чуть вперед там говорят о фланговые обходы применяют но поскольку точной информации нет вынуждены оставаться в категориях говорят говорят потому что в старомайорском наши были уже недельку как бы не недельку как плюс-минус смотря как считать окраины там продвижение так далее но движение идет в районе работе говорят есть хорошее продвижение наших войск где тоже намекают и на вход с востока научим пока точной информации нет вынуждена делаться намеками полу намеками но продвижение есть вы видно даже по карте и по всем многочисленным сообщениям ну не будем забывать что у нас по-прежнему сражается плацдарм в районе тех самых в районе антонского моста мы удержим и противник несмотря на все меры которым принимают сбросить нас оттуда не может было все да но теперь обстрел и завтра будут и ясны все эти все эти могучие достижения да я думаю что там понимаешь общая ситуация такая что ну пошло такая просаживание российской обороны я бы сказал на юге и потому что уже третьи сутки подряд появляются информация о продвижения о продвижение продвижения раньше были третью трое четверо суток когда никакого продвижения своиuar 2005 бои 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 сейчас раз подвинулись два про то продаю стан Vamos там там это может быть благоприятным признаком что российской обороны достигает предела своих своих возможностей снова посаживаться а может и не быть может быть ситуативным решением но пока трое суток наши войска движутся движутся и под бахмутом южнее особенно и движутся под особенно на вот направление Работина или Старомайорск и что что позитивно это то что затормозили темпы продвижения даже на направлении основного сосредоточения усилий противника вот на Сватовском направлении так что новости с фронта действительно позитивно достаточно сегодня был обстрел пару часов до выпустили 12 бомбардировщиков выпустила 36 ракет все крыла от ракеты были сбиты 36 или 34 я сейчас не вспомню потом напустили кинжал как сказалось как сказали наши представители наших воздушных сил убили по Староконстантиновке там где Староконстантиновку там где крупный аэродром еще советских времен но не секрет это не является военная тайна что там иногда базируется Су-24 которые стреляют ракетами Storm Shadow и видимо их пытались поразить что косвенно является ли чего то есть является свидетельцем того что эти ракеты эти экипажи и самолеты работают очень эффективно но мы видим да что творится склад 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 бах-бах это все их работа и конечно кому кому россиян российским войскам хочется отомстить российскому командую но говорят не заладилось у них и вплоть до того что были сбиты кинжалы информация это нужно проверяться но она уже появилась открытых источников что якобы даже избили что весьма удивительно потому что я не помню что в Финницкой области сбивали где-то кроме Киев сбивали баллистические ракеты но если это так значит открылась как бы так сказать новая страница в наших боевых возможностях за ночь понятно непонятно будет но за за денек другое но стаканится и будет понятно сбили или нет в открытых источниках если так то это серьезно это серьезно но крылатая ракета которые были пущены сбили вообще все несмотря на то что они меняли траекторию там пытались обходить районы полу тем не менее были сбиты все ну что же тогда с этим все перейдем к следующим новостям не состоялся как я понимаю совет украина нато которым накануне шла речь и он заявил что считает что действия россии в черном море в связи с зерновой сделкой и блокадой украины с моря черного затрагивает экономическую зону входящего альянс болгарии да а это в свою очередь несет риски эскалации на вот действительно вот константин покажи нам карту все-таки черноморского бассейн черного моря все таки хочется понять вот вот если на карту взглянуть болгария действительно вдоль от одессы вот болгария румыния до до стамбула до проливов в общем и целом корабли то как которые курсируют от одессы и от николаю но и допустим могут заходить в эти порты с ними на как смотрите тот же момент какой почему они били по мосту в белгороднестровском ну там в районе потому что это и железнодорожная ветка в румынии это тоже невеликая то значит они боятся что из румынских портов типа констанции будут вывозить например да папа порту нато тоже естественно не будешь бить то же самое касается болгарии поэтому им нужно создать ситуацию когда болгарские румынские порты не могут быть задействованы для вывоза зерна завоза вооружения военной техники и там все всех других вещей которые они подозревают и которых они нас обвиняют и все эти стороны поэтому это уже включая ультиматум который они выдвигали на начало морской блокады и а прецедентом с ударами по нашей зерновой инфраструктуре в районе рени это непосредственно предельная близкость к румынской территории к натовской еще ни разу тогда так не долетали работа по целям не велась даже когда били по полигону в ябареве там больше расстояние до польши страны на то чем в туринах дорога фактически это другая сторона дуна и все еще очень то это уже опасные 10 действия награнивая того что попадает под признаки военной агрессии нато не может на это не реагирует потому что российские планы включают себя блокады натовских портов прямые или по среду через создание опасности через создание через действие в зон в зонах допустимости создание там ситуации решения средствами опасного маневрирования там еще чего-то кстати британцы заявили что у них есть информация предварительно что российские команды отрабатывает удары по гражданским судам перехват и блокирование досмотр и все остальное то есть это является предметом боевой подготовки которые сейчас проводятся в частности российской группировкой в крыму флокской армейской и лицо и это уже да это уже непосредственно интересы нато затрагивает без всяких дурков они и они как-то вынуждены реагировать как же они реагируют мы опять слышим про опасность эскалации про опасность эскалации слышно да я я уже представил себя пожилым дедушкой который возле камина возле внуков сидит и внуки меня спрашивают так как же там воевалась великая война а я буду говорить ну как вам сказать у нас были могучие могучие партнеры эти могучие партнеры соответствовали мультидержавному стандарту и могли перемешать с навозом весь весь черноморский флот минут за 15 и внуки будут затаив дыхание говорит а дедушка и они же конечно же вмешались и грудь нет это им сбивали беспилотники не блокировали порты на они им залетали в воздушное пространство иногда их там дрон ракетки при пролете и так далее они боялись эскалации они собирались да собирались потуже затягивали галстуки рассказывали про то что ни в коем случае не должно быть никакой страшной эскалации самолетик российский в сирии пытался сбить очередной раз американский дрон а там все боятся эскалации и вот эти вот великаны эти большие парни с большими дубинками страшно боялись эскалации а внуки меня спросят а может дедушка они дали дедушка лёша может они дали вам большую дубинку вы могли бы и вы же не боялись сказано мы не боялись мы стреляли на право на левую дубинку тоже не давали я скажу потому что боялись эскалации вспоминается анекдот про большой дубинку на другая дубинка да я скажу где жили те парни берут купить давайте я вам куплю билет нью-йорк вы поедете походите там по улицам можно даже в город вашингтон заехать и посмотреть на людей которые страшно боятся эскалации при том что более сильных людей на на земле не существовало в тот момент и я думаю не будет существовать даже когда когда появятся внуки смогут задавать такие вопросы и вот это страшно и страшная боязнь эскалации которую мы слышим уже 18 месяц про 18 5 лет я уже не знаю плакать или смеяться часто как это но где-то я так состоянии такого мерзкого подхихикивания ты все время вспоминаю черчилла что американцы обязательно найдут самым верное решение перепробовать все остальные ну тут честно говоря не хотелось бы обижать всех а на я американцев потому что это конечно решение очень малого опуска вокруг лиц а настроение среди всех других американцев я знаю вот но влювы эти люди репрезентуют сегодня америку поэтому иногда такие обобщения невольно невольно оправданы хотя очень многие американцы нам сочувствуют очень многие американцы из военного политического истеблишмента говорят давно пора навести порядок куда более жесткими средствами хотя бы с передачей уже не выйдет но не они пока власть так вот эта история где в константинке вроде как кассетными боеприпасами стреляли они попали по берегу реки погиб ребенок до российскими кассетными боеприпас значит ли это что москва вот теперь официально применяет кассетные боеприпасы она меняла собой первого дня вполне но они же кричат что мы теперь зеркально ответим понимаешь сказки ветского леса есть знамите фотографии то что чем-то он пост умудрилась поставить на на свою статью заголовок там где сложены кучей было бы кассетные боеприпасы которыми обстреливали гор и просто такие они применялись самого начала не стеснялись вообще но вот они ребенку убили в константин кассетными боеприпасами ну как говорится вчера по моему и позавчера еще гибли мирные жители к этому такое уже когда но несмотря на то что это огромная трагедия но нужно к сожалению становится дежур кто-то погиб кто-то ранен как стилиберный мирных городов и близких при фронтовой зоне но вот они кассетными сморчами сработали по константиновке помощи вчера там погибли взрослые вот следующая новость теперь некоторые украинские новости новую марку сегодня презентовали в честь из был воспал глава из был малюк и и считается что он публично признал авторство событий с крымским мостом связан в прошлом году от 8 октября с подрывом моста и соответственно ну много разных ходила то ли это гурмоу то ли это сбу то ли еще кто-то но в данном случае так сказать авторизировано что операции проводит сбу в части эту но мы как-то один раз уже это обсуждали вопрос в том можно как бы сегодня с утра говорить это мы к вечеру горитет ним и никто не заставит вы ошибаетесь это не то имелся ввиду и так далее но тем не менее у нас есть железный ответ называется силы обороны украины а кто чего непонятно в этом смысле но хорошо давай вот или не силы обороны украины вечером так утром по-другому гибридная да так что всякое бывает не ну естественно таскать москва этим пробавлялась 8 лет таскать их там нет нас там нет вся значит юридически не существует а мы столько денег выделили из бюджета ну неважно здесь все-таки больше вопрос о том что но получается всеми за всеми масштабными такими громкими операции все-таки стоит избаву я правильно понимаю новость бы очень много белых реально ученок а почему потому что есть более развитая инфраструктура свои недостатки служба в службе есть талантливые люди которые я бы сказал даже некоторые из них исключительно талант талантливые экстракласс за них особенно хорошо получается ну потому что все говорят украинский массаж а где-то я боюсь соврать но по малюска он уже есть зачем создавать и буду на горюшон давно есть на разные лады они когда поэтому да есть очень успешно работает много недели ну что ж ладно поедем дальше но смотри развивается ситуация в беларуси сейчас уже появилась информация в пабликах она белорусских оппозиционных естественно о том что чего к вагнеру ведут работу по какой-то такой форме рекрутации белорусских подразделениях кого они то ли обучают то ли чего они там делать непонятно да на предмет того что вот мы собираем людей для движения на польшу готовы ли вы участвовать в таком значит операции италия но ебанутых то их как горит всегда будет достаточно но тем ни менее сам факт что все таки они продолжают и плюс вот тут даже в чате нам уже задают вопрос насчет слов картополова вот связи с а он глава комитета по обороне государственной думы но это не парламент это так хоза отделом тем не менее он генерал естественно креатура герасимова и шойгу это тоже понятно и он сказал я сам смотрел это видео из зала заседания ну я зал заседания хорошо знаю там когда сидел а вот ну и говорит он что она говорит большой войне готовится вы чё большой войне они готовят но извините с палаты нижние с трибуны глава комитета по обороне говорит что возраст повышается 18 до 30 лет призывной мы говорит готовить у нас более интересные новости есть во первых шайгу его в северной корее он там выпрашивает погодит следующий то отдельно да подожди во вторых сменилась тип повестки заметьте оттуда слова частичная пропала если это не фейк конечно потому что сейчас все нужно все перепроверять но то что вечером да мобилизация перестала быть частично там ссылка на ука спутина слова частичность нет в третьих 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 расширение возраста призывного а в четвертых что запретили вот и как юрист должен оценить да и как она за очередь повестку теперь фактически это запретили юристам оказывать помощь лица это сможет решение военкомат нельзя заходить только да только вот родственники значит могут прийти и так далее воде рабство на двадцать первом веке вот при изрядное время ну значит хорошо мы переделая шаг назад и переводя на следующий уровень абстракции должны сказать что как это нужно квалифицировать создаются условия для того чтобы увеличить мог потенциал признаком этого является настроена долгую войну раз второй момент это создание чего условий когда противник должен понять что мы готовы к долгой войне длительной ужаснуться и захотеть переговориться логично так а как бы одно другому не мешает и проводя эти действия можно добиваться двух и более цель я склонен считать что они и показывают нам очень своими заявлениями очень тщательно демонстрируют что они так готовы так готовы так готовы длинную даже немедленно испугаться плюс как вот дойдем до польши а с другой стороны да действительно расширяет ему потенциал у них же впереди еще задача увеличение количества вооруженных сил до двадцать шестого года там планов громаде по семнадцать новых дивизий туда-сюда что касается в игноровых белоруссии их много много сколько много ну пишут три с половиной тысячи некоторые пишут 5 до десяти называют некоторые я видел и такие оценки но пока надо сразу сказать что все это пока имеет характер информационной кампании другое дело гибридное такое подавление на общественном мнении на в польше и этот сам и в литве латвии другое дело ну и на саму на то что подобного рода компании которые проводятся с элементами отработки на местности такими неважно приехали 10 данный момент это 10 конечно интереснее чем она в любой момент может перерасти в гибридную операцию ты вот это будет немножко грустно поляки оценивают предельно серьезно сегодня министр обороны литвы высказался на эту тему сказал что литва также на он с таким пренебрежением как бы то высказался он сказал что литва готова ко всему них развернуты соответствующие силы которые должны воспрепятствовать подобному сценарию и знаю его личная и литовских военных я верю что хорошо знают что делают и значит и они оценивают ситуацию как как серьезную и она действительно серьезно почему потому что мероприятие подготовки информационного обеспечения проводятся так и тогда когда они могут так остаться информационным шумом и давлением а могут в любой момент перерасти в расти в реальные мероприятия с учетом беженцев еще чего гибридные варианты заходы по гражданке со спрятанными под куртками автоматами там и прочими прочими сценариями так вот я вы знаете я сторонник трезвых оценок но и подготовки к самым худшим вариантом по-моему и поляки и литовцы и латвийцы прекрасно тоже по и понимаю это хорошо вооружен значит предупрежден значит воружен ясно давай тогда визите шойгу в северной корее но у этого есть некая поверхностная обезьян поехал за снарядами боеприпасами который не успевает производиться в российской федерации что-то в сейчас мы сном все не спустя посетим всю базу там кто потом порезает деньги опять мы что coefficient prevalej в ку.. из которой люди happily to pay off nous потому что это будет значит тем лучшее с вами там пов друга или емуallenть или какая-то совершенно-то подризовала на этом же арестовое время не покупать учебы просто с козла порезает возьмут them Abby спустился. Это вообще не принято. Министр обороны, ну, поехал и поехал. Мне кажется, они сами пропонируют тему того, что мы вот превратим все вот там, как у них. Будет вам и корейский сценарий, будет вам и Корея северная, будет вам и Пхеньян вместо Москвы. То есть мы как бы, в общем, все окончательно себя стилизуем под именно азиатский тип. Кстати, не случайно Шойгу Санту Венец, и для него это более чем естественно. Все знают, что Шойгу представляет китайскую партию во власти. И для него это естественное направление, будь то Пекин, будь то Пхеньян и так далее. Ну, как ты это оцениваешь, действительно? Я хочу услышать заявление Китая. А ты считаешь, Китай может ревновать в Катрии? Завтра же Китай обвинят если не официально лиц, это журналисты и эксперты обвинят в том, что он натравлен. Через северную Корею. Через северную Корею пытаются появляться вооружение в зону конфликта. Уже обвинили, да. И он будет вынужден реагировать, потому что он неоднократно заявлял, что это не в интересах, он поддерживает территориальную целостность Украины и поставлять вооружение не будет. Он это заявлял. А теперь представим себе, что появляются на этот самый с корейской маркировкой снаряда вились китайской. На поле боя. Упс. И это уже совсем другое позиционирование. Это предмет консультации на высшем уровне. Вы что, сменили политику? И так далее. Потому что некоторые горячие головы заговорили уже о том, что да, вот сейчас будет гибридная война, Запад силами Украины, Китай, Россия и две прокси-силы будут заражаться на утеху, значит, Западу проклятому и Китаю. Но до этого еще далеко. И вот официальная позиция Китая меня сильно интересует. Хотя бы официально. По ней очень много будет. А неофициально мы тоже узнаем. И если узнаем, то, что можно сказать, скажем в передаче тут у нас. Но ты знаешь, вот что касается Китая. Смотри, они убрали этот Цинганя в просе месячного отсутствия, как мы уже с тобой обсуждали, по-моему, в нашем позавчерашнем эфире. У нее была любовница, как утверждает Блумберг, и она оказалась британской шпионкой. Ну, китаянка, безусловно. Так сказать, и вернули Ван И. Да, Цингань мне напоминал такого прогрессивного, такого квазилиберального типа, который хотел чего-то новенького, чего-то в установлении западного. А Ван И отличался достаточно такой. Да, и Ван И еще из поддержания. Абскурантистские позиции. Там был должность, он сохранил. Там уже председатель военного комитета. Да, да, да. В Цингань. Присмотра за армия. И вернулся обратно к министерскому крестному. Ну, он нас сохранил. Но, тем не менее, это, конечно, такое понижение. То есть, это крайняя мера. Ну, что делать? Будем посмотреть, куда это все рулит. Да, ну, мы же понимаем, что если Китай благословил Корею на взаимодействие с Россией, передачу ВИВТ, вооружение военной техники, а не просто там какие-то этих самых, то детали двойного назначения или просто запчастей, то это принципиальная смена позиции. На нее будут реагировать Запад очень серьезно. Будет реагировать Украина, безусловно. Но это изменение характера конфликта. Это не маленькая вещь. Какие бы малые эти поставки ни были, это расширение его географии, изменение его характера. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, что ж, дорогие друзья, мы почти две минуты в этом эфире находились в прямом. В 151 тысячу человек нас смотрят. Сегодня мы решили дать вам отдохнуть по части опросов. У меня 80. Да, и 64 тысячи поставили лайки, что явно, конечно, недостаточно, как я в начале эфира сказал, теперь только в конце. Напоминаю вам, что ваши ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах сильно помогли бы нам. Ну, не хотите, не помогайте. Тоже имеете право. Подписывайтесь на канал Feigen Live. Тоже не примените воспользоваться возможностью помочь хорошим ребятам. Ну, и, соответственно, на канал Алексея Аристовича тоже. Проходите по ссылке его имени в описании к этому видео и подписывайтесь, смотрите эфиры там. Ну, что же, тогда до субботы, до 22 часов. Надеюсь, мы не будем менять время. Будем добры. Да, да, да. Не переживайте. Все будет хорошо. Всем пока. Всем пока. Часто. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok